Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем изучение книги «Деяний святых апостолов», и сегодня мы будем читать 18-ю главу этой книги. И первая тема – проповедь Евангелия в Коринфе. Это 18-я глава с 1-го по 17-й стих. И мы читаем с 1-го стиха. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф». Коринф – это столица римской провинции Ахайя, построенная Цезарем. Население этого торгового города было смешанным, но там преобладала и еврейская диаспора. «После сего Павел, оставив Афины, где он обратил Дионисия Ареапагита, пришел в Коринф и, найдя некоторого иудея именем Акилу, родом Понтианина, недавно пришедшего из Италии, и Прискилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним». Действительно, было такое решение императора Клавдия, чтобы евреев удалили из Рима. И апостол Павел приходит в дом Акилы и Прискилы, чтобы утешить их в этом очередном изгнании. И далее мы читаем. «И по одинаковости ремесла остался у них и работал». Ремесло у апостола Павла было то, что он был скине-творец, то есть он делал палатки. Как и Акилы и Прискилы, они имели это же мастерство. И мы читаем. «Ибо ремеслом их, то есть и апостола Павла, и Акилы, и Прискилы, было делание палаток». Хотя апостол Павел мог жить и кормиться от благоуставания, но он предпочитал зарабатывать своими собственными руками. И у него был такой социальный девиз «День без работы, день без еды». То, что позже немножко перефразировали во фразу, что работающий достоин пропитания. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еленов. Здесь мы видим, что во всех этих синагогах было смешанное народно-население, то есть паства этих синагог состояла и из иудеев, природных иудеев, и из эленов, которые были празелиты, то есть обращенные в иудаизм. «А когда пришли из Македонии силой Тимофей, то Павел, понуждаем был духом, свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос». Здесь мы видим, что апостол Павел сначала хочет войти в жизнь этой синагоги, но в какой-то момент дух Божий побуждает его уже открыто свидетельствовать о Христе Иисусе как истинном Мессии. «Но как они противились и злословили, то он, отряжший одежды свои, сказал к ним, «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». То есть он устал от того упрямства, которое проявляли иудеи. «И пошел оттуда и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились». Господь же в видении ночью сказал Павлу, «Не бойся, но говори и не умолкай». Этот призыв может ободрить любого миссионера, особенно в период его миссионерских неудач, кризисов. «Не бойся, но говори и не умолкай». «Ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Господь этими словами показывает, что он уже знает, кто станет христианином. И город Коринф действительно расцвел многими духовными дарами, так что там были и дары иных языков, и дары пророческие, и иные подобные, о чем апостол Павел подробно рассказывает в первом послании к Коринфянам. А во втором послании к Коринфянам он рассказывает о том, какой благотворительностью занимались коринфяне. «И он, то есть Павел, остался там год и шесть месяцев, получая их Слову Божию». Здесь апостол Павел являет нам пример не спешить в деле евангелизации и оглашения новых людей. «Между тем, во время проконсульства Галеона в Ахайи напали иудеи единодушно на Павла и привели его пред судилище». Павел оставался в Коринфе полтора года с осени 50-го до лета 52-го. Иуний Анней Галеон, брат философа Сенеки, был, как гласит одна дельфийская надпись, проконсулом провинции Ахайи от 51-го по 53-й год. То есть то, что описано здесь, точно подтверждается историческими данными. «Между тем, во время проконсульства Галеона в Ахайи напали иудеи единодушно на Павла и привели его пред судилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста, Галеон сказал иудеям, «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении и об именах, и о законе вашем, то разбирайте сами, я не хочу быть судьею в этом». И прогнал их от судилища. Вот здесь этот правитель Иуний Анней Галеон, брат философа Сенеки, является разумным примером, что светская власть не имеет права вмешиваться в религиозные какие-то полемические столкновения между разными группами и сектами. Потому что дело власти это именно наказывать людей по факту конкретных совершенных преступлений, а не осуждать или одобрять какое-то вероучение. Власть должна быть все-таки отстраненной для того, чтобы быть ей беспристрастной. Итак, этот человек, представитель римской власти, он прогоняет евреев от своего судилища. «А все елены, читаем далее, схватив Сосфена, начальника синагоги, били его предсудилищем, и Галеон немало не беспокоился о том». То есть этот Галеон считал, что как бы то, что они делают, этот человек сам напросился. Он искал гибели для Павла, теперь это зло вернулось на его голову. Далее рассказывается о том, как апостол Павел возвращается в Сирию. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию. И с ним Акила и Прескила. Вот здесь мы видим, что для Акилы и Прескилы это уже второе переселение. Сначала из Рима в Каринф, а теперь уже из Каринфа в Сирию. А стригший голову в Кенхреях по обету. То есть принесший обет становился Назиром во время принесения обета обыкновенно тридцать дней и не должен был в это время стричь волос. Павел совершает с четырьмя другими иудеями обряд завершения обета. То есть здесь мы видим, что он дал обет именно Назира, Назорея и исполнял его. Достигнув Эфеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Почему он оставил своих спутников, чтобы не подвергать их опасности со стороны ярости иудеев. Когда же они просили его побыть у них доле, он не согласился, а простился с ними, сказав, мне нужно непременно провести ближайший праздник в Иерусалиме. То есть эти иудеи Эфеса хорошо его приняли. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу. И отправился из Эфеса, Акила же и Прескила остались в Эфесе. Далее рассказывается о том, как Павел отправляется в третье миссионерское путешествие. И мы читаем, пробыв в Кесарии, он приходил в Иерусалим. буквально поднялся в Иерусалим. Это более соответствует гибраизмам. Побыв в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. То есть общался с тамошними христианами иерусалимскими и проведя там несколько времени вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. По порядку, то есть у него был установленный порядок через какое-то время возвращаться в ту общину, в которой он уже трудился. Далее рассказывается о том, как Аполлос проповедует в Эфесе и в Ахае. Некто иудей именем Аполлос родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня. То есть он не был посвящен во все истины Христовой веры. Горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге, услышав его, Акил и Прескил приняли его и точнее объяснили ему путь Господен. Все неофиты, недавно обращенные, они нуждаются в том, чтобы более точнее изучать веру, которую приняли. А когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Вот на примере этого Аполлоса и его проповеди в Эфесе и в Ахае мы убеждаемся в том, что даже люди, которые как бы недавно совсем обратились в веру и которые приняли только начатки учения, они оказываются в некоторых случаях способными к проповеди Евангелия. Не к такой полномасштабной проповеди, как апостолы, которые насаждали догматы веры, а человек, обращенный к Богу, имеет возможность свидетельствовать о том, что Бог сотворил с ним самим в момент его обращения к Богу. Иногда даже проповедь таких новоначальных может увенчаться успехом. Продолжение следует...